Волны И нахмурен лоб мы низкий, и сияет медный щит, а под нами, Понтовхсинский, море черное шумит. Любимое всеми нами Черное море. Единственное Южное море России. Черное море, с которым на всю жизнь связаны воспоминания о короткой поре студенческих каникул и веселых летних отпусков. Черное море, берега которого овеяны древними легендами. Черное море, воспетое многими поколениями русских поэтов. Море, берега которого тесно уставлены здравницами, неожиданным образом грозит сегодня превратиться в море-убийцу. В чем же суть этой проблемы? Именно этой теме посвящена сегодняшняя встреча. Большую часть года Черное море радует нас зеленовато-синей поверхностью под лучами Южного Солнца. Почему же он называется Черным? И всегда ли оно так называлось? Нет, не всегда. За всю историю своего существования оно сменило несколько названий. Когда-то его называли гостеприимным морем, что по-древнегречески звучало как понт-эксинский. Но это название греки дали морю только после того, как хорошо с ним познакомились. А до этого они называли его понтом аксинским, негостеприимным морем. А вот легенда о названии Черное море сложена турками. Она рассказывает о том, что в море покоится богатырский меч, брошенный туда по просьбе умиравшего волшебника. Море, однако, не хочет иметь в своих водах это смертоносное оружие. Оно волнуется, начинается шторм, море пытается выбросить этот меч и становится черным. Но интереснее современная научная гипотеза происхождения названия Черное море. Она основана на том факте, что металлические предметы, например, гикаря, опущенные на глубину, поднимаются на поверхность почерневшими. А чернеют они, как считают ученые, под действием как раз сероводорода, находящегося в глубине моря. Хотя сероводородное заражение моря было открыто немного более чем сто лет назад, предметы металлические, безусловно, опускались в сероводородную воду и возвращались черными. Это ли послужило причиной названия моря когда-то в древности, я не уверен. Но исключить этого нельзя. Если обратиться к карте Мирового океана, то легко заметить, что особую группу морей образуют так называемые внутренние моря, отрезанные от открытого океана значительными участками суши. И даже на фоне этих внутренних морей, таких как Балтийская и другие, Черное море занимает совершенно уникальное положение по своей изолированности. С ним могут сравниться только вообще моря, оставшие озерами, такие как Аральская, Рекаспийская. Как же это произошло? Около 130 миллионов лет назад между группой южных континентов и северных континентов расплавился огромный океан Тетис. Этот океан начал закрываться из-за того, что южные континенты начали сближаться с северными. И когда 36 миллионов лет назад произошло соединение этих континентов, и Африка ударилась о Евразию, и возникли огромные горы, образующие альпийскую систему, тянущиеся от Пиренеев на западе до Памира и Куин-Луня на востоке, и на месте закрывшегося Тетиса справляли самые высокие в мире хребты, вот именно Средиземное море, особенно Черное, стали остатками этого океана Тетис. Поэтому Черное море, его глубководная часть, во всяком случае, это океанический бассейн. И вот Черное море было обречено на полную изоляцию. Отсюда пошли все его неприятности и беды. Черное море, пожалуй, наиболее крупный бассейн, где кистородная жизнь сосредоточена только в верхнем слое, от 170 до 120 метров от поверхности. Все, что находится ниже, называется сероводородной зоной, и там всегда присутствует сероводород. Сероводород сам по себе среда, в которой не живет ни один биологический продукт или биологический объект. И кроме отравления он ничего не приносит. На поверхности сероводорода нет. Где-то на глубине 50-70-100 метров образуется сероводородный гидрат, и он не поднимается наверх. И это является защитная зона для всего того, что живет в Черном море в виде рыбы, дельфинов и так далее. Ну, сероводород хорошо известен. Это газ, который образуется в разных процессах, в основном в процессе гниения. Естественно, что в Черном море он появился в результате выноса рек, впадающих в море, таких как Днепр, Дунай, Нескор, Дон. При этом перемешивание водных масс в Черном море замедлено. Для того, чтобы частицы воды достичь поверхности, требуется не менее 130-150 лет. Наблюдается застой. А там, где застой, начинаются процессы гниения, сопровождающиеся образованием гнилостных бактерий и разложением органического вещества. И это один из источников появления в море сероводородных. Откуда берется органическое вещество? Оно берется сверху, от того планктона растительного и животного, тех микроскопических организмов, которые живут в кислородной зоне Черного моря, которые имеют свою жизнь, свой жизненный цикл, и которые после смерти, этот процесс называют дождем трупов, оседают на дно. Мне довелось в 60-е годы работать на Черном море, и мы обратили внимание еще в 60-е годы, что очень высок процент содержания планктона в верхней части воды. Мы даже установили там двойной электрический слой, когда планктон живой, он образует отрицательные заряды, когда он умирает, он образует положительные заряды. И вот этот дождь трупов, он является источником нового вида электрических полей, электрического поля водной толщи. Так вот, считается в последнее время, или, в основном, предполагается рядом ученых, что увеличение этого дождя трупов в связи с увеличением общего содержания плантона в верхнем слое Черноморской воды может привести к утонению оставшегося слоя чистой воды. Для водных бассейнов, где имеется сероводород, предпосылкой для его существования и возникновения прежде всего является плотностная стратификация вод. Это значит, что воды, находящиеся внизу, более плотные или более соленые, поэтому имеют большую плотность, чем воды, находящиеся наверху. В Черном море концентрация солей в поверхностном слое или верхнем слое – это где-то 1,8%. Внизу дна – это не менее 2,2%. Из-за этой существенной разницы воды очень плохо перемешиваются. Не исключено, что за счет сильного загрязнения и лишнего органического вещества процессы, приводящие к образованию сероводорода на дне, могут привести к его появлению и не только в донных осадках. Выбросы бывают каждый раз. Вот в нашем заливе Одесском, когда дует ветер с севера и с северо-западный, и тут это очень быстро меняется, поверхностный слой воды, и здесь происходит это выделение. Это неприятное явление. Вода имеет серый, серо-голубой такой цвет. Я думаю, что если долго находиться возле берега и дышать, будет отравление. Очевидно, как будто, что сероводородное загрязнение Черного моря опасно. Но то, что под водой, как правило, глаза не видно. А то, что не видно глазом, не сразу пугает. Но штормовые погоды, которые уносят поверхностный слой воды, освобождают путь для выхода на поверхность сероводорода. Но говорить о том, что это может привести к отравлению населения, мне кажется, это неверно. Кстати, в природе известны случаи в море, когда вот это действительно имеет более катастрофический характер, чем в Одессе. Надо сказать, что по части сероводородного заражения нижних слоев воды Черное море вовсе не уникально. Аналогичная ситуация существует, например, вот у берегов Африки, в Атлантическом океане, у западного его побережья, в заливе Олфиш-бэй. Там тоже в случае сгонных ветров, как правило, обнажаются нижние слои воды, обогащенные сероводородом, и там также, как в Черном море, чернеют предметы, причем лежащие не только на дне под водой, но даже лежащие на ближнем побережье. Но никто не отмечал никаких признаков сероводородного отравления. Самое сильное землетрясение на территории Крыма и Украины произошло в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года. Наиболее мощные толчки достигали 8 баллов по шкале Виктора. Землетрясение сопровождалось появлением огня в море. Свидетели видели огненную вспышку высокой до 500 метров и шириной около одной морской мили. В Севастополе также наблюдалась вспышка высокой более 500 метров и шириной в полторы морских мили. Согласно современной версии, землетрясение сопровоцировало выход из глубин к поверхности моря и самовозгорание огромных количеств горючего газа, скорее всего метана. А горение метана могло быть только за счет того, что при подвижках дна, при землетрясении, были выбросы газгидратов метана из разлома. И вот такой мгновенный выброс больших количеств газа, именно метана, не сероводорода, мог привести к вспышкам, которые наблюдали те свидетели во времена землетрясения. Что касается сероводорода, то таких количеств сероводорода, с тем, чтобы он горел над поверхностью моря, просто в море нет. Столь грандиозная катастрофа наверняка вдохновила бы знаменитого певца Черного моря, художника Ивана Константиновича Айвазовского. Как известно, именно у Черного моря, жива в Феодосии, он создал свои лучшие маринистские картины, из которых самая известная – Девятый вал. Взгляните, как громадная волна, готова обрушиться на обломки судна и оставшихся в живых людей. Это грандиозное зрелище завораживает от страха и красоты. А вот другая, не менее выдающаяся работа Ивазовского – Черное море. Она очень тонкая и очень грустная по своему существу. Конечно, эта грусть навеяна отнюдь не сероводородным заражением. Брежет медленное утро, в плавнях плавится туман, на одной из чаякутлых я качаюсь, атаман. Пахнет мятой берег низкий, люлька верная дымит, а под нами понтэвксинский море черное шумит. А под нами понтэвксинский море черное шумит. Надо сказать, что сероводород не единственная проблема Черного моря. Значительной проблемой является большой запас газгидратов, газгидратов метана, которые расположены на дне Черного моря на глубинах более 300-400 метров. Именно с ними связывают так называемый эффект черной дыры. В результате различных привлевых течений, либо небольшого повышения температуры, вот этот газгидратный грунт начнет медленно всплывать. При этом он переходит в зону более теплой воды, более низкого давления. И это вот там начинает разлагаться. Выделяется большое количество газа, бурный поток с такой воронкой. И вот те корабли, а также низколетящие самолеты могут быть затянут вот этот водоворот и не погибнут. Причем это мгновенное падение на дно. Есть такая гипотеза, что именно эти явления наблюдаются в печально известном Бермудском треугольнике. Район Атлантического океана Бермудский треугольник находится между островами Бермудскими, Пуэрто-Рико и полуостровом Флорида. Рассказывает историю, как пять американских самолетов прилетали над океаном в районе Бермудского треугольника и последние слова летчиков, которые слышали операторы наземной службы, были «Вижу белые буруны». После этого связь перерывалась, самолеты, конечно, не вернулись. А белые буруны – это не что иное, как бурное выделение газа. Скорее всего, такой мощный залповый выброс предположить можно и в Черном море. Помните о горевшем во время землетрясения море? Из разных источников известно, что и в нашем Отечестве странные исчезновения в Черном море тоже бывали. Например, возле Крыма по непонятным причинам внезапно затонул рыбацкий сеньер. Эта катастрофа связывает с выбросом газогидрата. Известен другой случай с исчезновением вертолета. Скорее всего, он попал в зону выброса метана. Так что пермудский треугольник можно найти и в Черном море. Можно ли предположить при разрушении этой метановой зальжи в результате каких-то катастрофических явлений на дне залпового выброса метана? Ну, наверное, можно, вот как мы уже говорили о крымском землетрясении 1927 года, когда наблюдалось горение метана. Является ли это причиной гибели кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике? Сказать очень трудно и практически невозможно. На самом деле, человек ведь в море не живет. Человек-амфибия, ихтиандр, это выдумка писателя Фантаста Беляева. Прекрасная, но все-таки выдумка. Море населено рыбами и другими организмами, приспособленными для жизни в воде. Причем населено на всю глубину водной толщи. Даже в океане, мне неоднократно хотелось туда погружаться, на глубину до 5 километров, всюду существует жизнь. А теперь представим, что мы живем в многоэтажном доме, где можно жить только на верхнем этаже, а все остальные этажи, нижние, да, они заражены, отравлены, там нечем дышать. Вот такое море все-таки для жизни не пригодит. А ведь Черное море родной дом для катранов, дельфинов, белуги, ставриды и камбала. Может быть, сейчас и рыба не заходит к нам, скумбрия, чирус, потом ставрида, потому что глубина залегания сероводорода настолько высока, то есть, близко к поверхности, что нет того планктона, который является, ну, питательной средой. Что касается придонных животных, то для их гибели совсем не нужны высокие концентрации сероводорода. Для этого достаточно лишь появиться его признакам, и все погибнет. Глубинный сероводород, он не может оказывать влияние на состояние рыбных ресурсов. Как 3000 лет назад, так и сейчас, глубины до 150-170 метров на шельфе, где сконцентрирована в основном, так сказать, зона питания рыбы, они свободны от сероводорода. Существуют подсчеты, согласно которым, с 73-го и до 90-го года прошлого века на северо-западном шельфе Черного моря погибло около 60 миллионов тонн различных животных, из них около 5 миллионов тонн рыбы, в том числе промысловую. В 1973 году ученые из Института биологии Южных морей обнаружили обширное поле гипоксии, то есть кислородной недостаточности у дна. Кислорода настолько мало, что началась массовая гибель донных животных и рыб. С тех пор этот процесс пошел, он развивается, и площади, которые охвачены этим бедствием, все время расширяются. Надо сказать, что северо-западная часть Черного моря, мелководная, шельфовая часть, является как бы его охиресовой пятой, потому что именно сюда производится сток огромного количества органики, которая после гнини превращает их в сероводород, и может быть не случайно, что именно охирес, мы его сейчас с вами вспоминаем, который считался историческим покровителем понта Эвксинского, именно здесь имел какие-то культовые сооружения в Валентинское время, например, на одном из островов до сих пор сохранить развальный храма, посвященного охиресу. Сейчас мы имеем два очага сероводорода. Тот вечный, который называют в обиходе от Бога, от природы, и этот, который от людей и вызван переудобрением моря. Тот, который природный, давний, глубинный, он в заметных таких воздействиях на живые существа не оказывается. А вот этот рукотворный сероводород в зонах гипоксии, в зонах замора, он вызывает ежегодно массовую гибель моллюсков, раков, креветок, крабов, рыб разных, донной фауны. Реки выносят в море соединения азота и фосфора, которые и переудобряют это море. Происходит образование избытка водорослей, которые разлагаются и не всегда являются полезными для зооплантона, а тем более для других подводных обитателей. Важно отметить, что такое происходит не везде. Не все Черное море страдает от гипоксии, от замора, от цветения и от переудобрения. Например, южный берег Крыма и Кавказское побережье, по данным ученых, пока находятся в общем благополучном экологическом состоянии. Но вот спрашивается в задачнике, что же делать, чтобы избавиться от гипоксии и замора в рыбы? Ну, прежде всего, сократить объем гниющих удобрений, которые выносятся огромными реками. Реки мы перегородить, конечно, не можем, а вот сократить объем удобрений, которые попадают в личный сток, можем. И вот сейчас существует целая международная программа на этот счет. Сможем ли мы, как и раньше, отдыхать на прекрасных черноморских берегах? Смогут ли наши дети вспомнить его таким же красивым, каким помним мы? И что они действительно будут вспоминать? Запах соленой воды и южных роз или своеобразный аромат сероводорода? Что ждет Черное море в благоозримом будущем? Ничего катастрофического не было. Я уверяю вас, не будет впредь. Должен сказать, что такие ситуации, как сероводородные заражения в Черном море сегодняшнем, имели в прошлом как минимум два или три, так сказать, случай предшественника. Так что сероводородное заражение никаким образом не является катастрофой для человечества. Метан, тем более, не является катастрофой. Так может и взорваться Черное море, глядя на эту ласковую, спокойную воду, населенную рыбами и медузами, очень хочется все-таки поверить тем ученым, которые считают, что катастрофы можно избежать. И Черное море останется вечным, и многие века будет вдохновлять новое поколение поэтов и художников. Унесет течение в реках этот день и этот час миф останется от греков, радиация от нас. Но надежда брежет искрой, что всегда, теперь и впредь, будет вечный понтэвксимский медью солнечной звенеть. Но надежда брежет искрой, что всегда, теперь и впредь, будет вечный понтэвксимский медью солнечной звенеть.